всем привет сегодняшнем видео это такое будет больше тест сравнение двух на мой взгляд до самых оптимальных способов по обработке бахтар мы на коже обычно работаю с кожами растительного дубления на хромке бахтарму не заглаживаю но так чтобы было меньше потом вопросов сделаем как бы тест и на коже растительного дубления и на коже хромового дубления вот заметьте выбрал кусочки кожи где-то со схожей степенью творца на бахтарме вот такие кожи с огромным ворсом я вообще работе практически не используют то есть я их но это купил из-за того что было очень дешево и она такая кожа больше подходит не знаю для каких-то ставок допустим чтобы ее вообще видно не было то есть изначально если вы хотите нормально обработать бахтарму вам нужно покупать кожу с более-менее таким небольшим незначительным ворсом в принципе на некоторых изделиях его даже и заглаживать не нужно то есть он и так выглядит симпатично если вы допустим берете кожу дешевую и все таким вот огромным ворсом то сразу нужно понимать что у вас уйдет уйма времени на то чтобы от него избавиться там как минимум нужно его чем-то снимать не знаю там наждачками в общем ножами чем-то срезать и потом только заглаживать то здесь придется потратить очень много времени на доработку кожи какие же способы сегодня будем сравнивать значит мой основной способ который уже не меняется несколько лет самого начала моей деятельности я обрабатываю бахтарму заглаживаю и клеем кмц это обойный клей и потом наношу сверху апритуру чтобы закрепить вот это тот эффект и создать такую защитную пленку клей конце это обойный клей у меня вот такая упаковочка вы можете найти как бы в другой суть от этого не меняется должно быть обозначение такого плана на упаковке значит как его готовлю вот в баночку наливаю теплой воды и добавляю сюда где-то три-четыре ложки столовых этого клея помешивая вот и все потом как бы чтобы не было комочков размешали и даем настояться она превращается в такую как бы кисель бесцветный апритуры для этой цели можно использовать принципе любые жидкие кремообразные неважно то есть какая у вас есть и какой в принципе пользуетесь в работе то можно и задействовать сегодня же буду наносить крем кордован от компании экси стаканулы все немножко проще потому что одно средство и больше ничего наносить не будем вот есть как бы оригинальная упаковка это коричневый но будем использовать бесцветный токанул он меня вот такой баночки покупал как бы навес значит подпишем где какой кусочек у нас будет то есть этот кусочек мы сделаем к mc плюс апритура вот а это будет токанулы и здесь то же самое сделаем к мc плюс апритура а здесь токанулы как работают с клеем конце раньше наносил поролоном на поролон потом засыхает со временем и его приходится выбрасывать здесь можно использовать нанесение кисточкой после чего просто моем кисточку и все она пригодна к дальнейшему использования клей наношу в небольших количествах даю немножко кожа пропитаться и потом заглаживаю затираю таким вот шпатель ком резиновым обычно этого достаточно возможно нужен какой то еще стеклянный там как бы такой сликер у меня этого нету значит клей даем чуть-чуть впитаться и вот эти вот излишки которые остаются у нас на поверхности этим шпатель ком мы снимаем обычно куда-то на ткань я просто это все вытираю то есть как видите уже ворс вот я не еще никаких усилий не прикладывал но при этом он уже уложился и поверхность становится такой более гладкой то есть на растишки по сути особо ничего и делать не нужно здесь конечно нужно быть поаккуратнее то есть я клей стараюсь наносить не до краев обычно вот а где-то на такой небольшой участок чтобы клей не попадал на нашу подложку и потом допустим при каком-то движению заготовки не отпечатался где-то не оставался на лицевой стороне кожи потому что с этим тоже могут быть как бы проблемы потом его как-то придется убирать так ну не знаю здесь видно или нет освещение не очень но если сравнивать с этим же образцом думаю результат будет понятен теперь ту же процедуру проделаем с кожей хромов дубление кожи хромов дубление обрабатываться конечно хуже потому что они и воду вообще впитывают плохо и при этом сама кожа она как бы не раскисает при воздействии той же воды того же клея она как бы намокает но сохраняет свои вот эти характеристики ворсом не разглаживается так хорошо как на растишки далее немножко больше пропитаться потому что хромка теперь снимаем остатки клея и вот так вот заглаживаем ну тоже как бы неплохо вроде бы загладилась пока кусочки растишки сохнут мы им даем высохнуть нанесем наш токанулы я его принципе на бахтарму никогда не наносил думаю будет удобно делать это каким-то шпателем что-то что-то подобное должно сработать видел что заглаживают токанулы гладкими такими пластинами из стекла у меня такой приспособа нету потому тоже попробуем обычным этим шпатель ком загладить так вот нанесся бахтарма потемнела значит токанулы впитался ну и теперь такими движениями заглаживаем на растишки в принципе результат получается хороший тоже даем ему немножко подсохнуть и то же самое проделываем с кожей хрома удубления как бы рекомендовал токанулы наносить также не до краев потому что если уже токанулы отпечатается на лицевой то его будет очень сложно убрать и могут оставаться такие пятна то есть с этим нужно быть поаккуратнее так на хромку нанесли давайте еще тут чуть-чуть осталось на этом шпателе и заглаживаем можно деталь как бы разворачивать или примеру те шпатель ком работать в одном направлении потом в противоположном чтобы максимально пригладить ворс который будет допустим там расположен под разным углом в разные направления тоже даем подсохнуть сил аккумулятор в камере она выключилась запись не сохранилась поэтому сейчас немножко повторюсь вот на этот кусочек я уже нанес апритуру значит смотрите после того как высох у нас клей sms многие спрашивают можно ли так оставить нашу поверхность и ничем больше не обрабатывать я бы этого не рекомендовал делать потому что вот если у нас допустим бакторма останется вот таком положении статическом и больше как бы с ней ничего не будет происходить то в принципе можно оставить и так но если это допустим кошелек или там ремень где будут какие-то изгибы деформации со временем этот ворс он начинает подыматься и бахтор митца вот наша изнанка чтобы этого избежать но по крайней мере на более долгое время сохранить эффект именно гладкой поверхности нам нужно нанести апритуру чтобы зафиксировать этот ворс он она как бы больше его склеивает и получается сохраняет вот эту гладкость то есть создает такую еще еле заметную защитную пленку от различных повреждений что мы для этого делаем я уже как бы сюда нанес покажу еще раз этот крем кордован в принципе можно тоже наносить вот таким вот шпатель ком чтобы более равномерно его распределить по всей площади вот и даем немножко как бы впитаться подсохнуть здесь уже заготовка долго лежала и я уже немножко даже полировал то есть после того как дали крему впитаться вот его нужно заполировать это можно делать тканью принципе можно делать это все вручную и еще как бы положительный момент этого всего то что со временем допустим если мы покрываем бахтарма на ременной полосе то при носке такого изделия данный крем он будет еще больше полироваться и поверхность будет оставаться такой же гладкой из можно увидеть что произошло у нас бахтармой то же самое делаем и на кожа хромового дубления когда полируем не делаем сильных нажимов то есть почувствовали что ткань она уже легко скользит по поверхности этого вполне достаточно стыкнула у нас получается немножко иная ситуация я тоже его чуть-чуть как бы вот так вот затру тоже рекомендует делать вот это у нас растишка это у нас хромовое дубление так вот поверхность после токанулы а теперь собственно можно сравнить поверхности после 1 2 способа это кмц плюс апритура это токанулы здесь у нас поверхность более гладкая с таким вот глянцем получилось на конце токанулы дает на мой взгляд результат похуже вот ворс как бы тоже загладился но он не настолько равномерно не настолько так сказать не знаю как правильно не настолько однородную массу создал из нашего ворса то есть если кмц он прям разгладил почти до однородной такой гладкой поверхности то кмц он немножко другую создал поверхность такую более бугристую с какими топорами то есть результат мне вот здесь нравится больше и теперь кожа хромового дубления кмц и токанулы здесь вот токанулы в принципе ворс приглажен но поверхность она такая стала более сухая и мне кажется все же ворс будет через какое-то короткое время подыматься а вот поверхность после кмц и апритуры как бы результат на мой взгляд намного лучше и вот здесь можно увидеть как ворсиночки некоторые вот я чем-то царапнул и они поднялись то есть на кожах хромового дубления клей он этот ворс получается просто приглаживает приклеивает но при этом как бы не создают эту однородную массу то есть ворс он не раскисает под воздействием клея но все же поверхность получается намного намного лучше чем после токанулы но это лично мое мнение смотрите я вас ни к чему не агитирую то есть мне наверно было даже выгоднее сказать что токанулы лучше подходит для обработки бахтармы но я останусь при своем мнении потому что данный результат токанулы он меня не убедил то есть я и продолжу дальше обрабатывать клеем кмц плюс апритура возможно со временем появятся какие-то новые средства которые дадут новые возможности дадут какие-то преимущества в работе и я вам их тоже покажу но сейчас вот это тот способ мне как бы подходит больше что касается преимуществ как бы и недостатков преимущество первого способа кмц плюс апритура это то что бюджетно более качественно ну и относительно быстро то есть это не такой сложный способ для обработки поверхности кожи так токанулы конечно это не так бюджетно потому что его баночка маленько там 120 грамм будет стоить больше чем к примеру купить пол килограмма этой апритуры допустим и пачку клея да вот но здесь чуть быстрее получается сам процесс обработки потому что он нас состоит всего лишь из одного этапа но с другой стороны мы теряем как бы качество нашей поверхности то есть если допустим брать что-то усредненное там качество цена и скорость работы то все же конце плюс апритура на мой взгляд он более более оптимален в этом плане и более приемлем и напоследок еще отвечу на один вопрос по поводу обработки бахтар мы воском но смотрите здесь все как бы очевидно если даже вот два слоя разных средств там sms плюс апритура это они там вот в каком-то месте не удержали этот ворс от поднятия то что сможет сделать допустим тут же пчелиный воск до его можно нанести потратить на это время он в какой-то степени пригладить эту бахтар мы если поверхность будет оставаться вот такой плоскости то этот как бы способ он приемлем то есть можно обрабатывать воском но если допустим у нас будет какое-то движение нашей детали там изгибы да вот смотрите здесь я согнул и пока все нормально но если у нас будет такое движение с воском то здесь ворс будет подниматься это ну как бы я уже проверял и воска нужно наносить достаточно большое количество для того чтобы он склеил этот ворс то есть поверхность будет такая вощеная не всем это подходит если на поверхности большое количество воска ну то есть сама работа будет выглядеть менее аккуратно поэтому можете работать как вам удобно чем удобно использовать любые средства может вы уже что-то нашли поделитесь комментариях более какой-то лучший вариант я пока остаюсь с этим вы уже там экспериментируйте пробуйте смотрите по своим обстоятельствам под свои там возможности и так далее как уже сказал в начале видео в принципе хорошие качественной кожи идут уже с более менее нормальной бахтар мой которую можно даже не обрабатывать если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь и спасибо за просмотр